Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа «На особом контроле» и в студии работает Денис Зимцов. Вчера в эфире нашего телеканала состоялась онлайн-презентация развития Алматы 2021 года, развития инженерной инфраструктуры. Аким Алматы Бахаджан Сагентаев рассказал о том, какая работа проводится в мегаполисе по таким важным для алматинцев темам, как газификация, теплоснабжение, электроснабжение и освещение. И на сегодняшний день проделана действительно колоссальная работа в этом направлении, но все это лишь малая часть обширного плана по развитию инженерных сетей. А как этот план будет осуществляться, нам еще предстоит выяснить, и сегодня об этом мы решили поговорить с нашими уважаемыми гостями. У нас в студии Бахаджан Кожамбердиевич Акжаров, Аким Турсибского района города Алматы. Гульнар Майдановна Нахметова, главный инженер НИИ Алматы Генплан. Амзе Акимжанович Акимжанов, заслуженный энергетик СНГ. А также Дмитрий Хлыбов, начальник управления распределительными сетями по городу Алматы АО АЖК. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете дозвониться к нам по номеру 8727 275 0102, а также присылать сообщение на WhatsApp номер 737 046 33 33. Бахаджан Кожамбердиевич, хотелось бы сегодня начать с вас и поговорить именно... Мы уже провели целый цикл программ с Акимом города Алматы, Бахаджан Диричем Сагентаевым, где мы говорили о развитии инженерных инфраструктур, в том числе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и так далее. Вот точечно, на примере вашего района Турсибского, расскажите, какая работа проводится сейчас? Спасибо, Денис. Действительно, в рамках принятой по поручению Акима города Бахаджан Диричем Сагентаева программы Нового Алматы предусмотрена комплексная работа по развитию всех свежей деятельности района. И особый акцент сделан именно на развитии инженерной инфраструктуры. Если остановиться более подробно, сегментированно по направлениям, то, к примеру, по водоснабжению и канализации только за последние два года было проложено более 130 километров сетей водоснабжения и канализации. В основном это наши бывшие присоединенные территории, микроэнни Хайрат, Альмерек, Нушашхан. Они выбраны были не случайно, поскольку на данных территориях располагалось значительное количество домов, где, в принципе, не было не только канализации, но и, соответственно, центрального водоснабжения. Сейчас эта работа уже завершается, и буквально сегодня мы уже начали подключать абонентов в микроэнни Альмерек. И думаю, что в ближайшие 2-3-4 недели, получается, начнем такую же работу по микроэнни Хайрат и Нушашхан. Вот, если я не ошибаюсь, буквально сегодня вода была подключена там, когда ее вообще никогда не было. Это правда? У некоторых домов ее вообще не было, а у некоторых домов были старые, скажем так, частные, построенные хозспособом сети, которые зачастую давали большое количество аварий, они были изношены, соответственно, мы их переключаем уже на магистральные городские новые сети. Соответственно, во-первых, мы предоставим воду, соответственно, сокращаем количество аварийных ситуаций по водоснабжению и канализации. Более того, для, скажем так, удобства жителей, поскольку им будет необходимо подключать, заключать счета, абонентские договора, соответственно, абонентский отдел мы непосредственно пригласили в сам микроэнни Альмерек и разместили на территории расположенной там школы. Если мы говорим, что мы уже 130 километров проложили, то это не значит, что эта работа будет остановлена. Параллельно по линии управления энергетики были разработаны проекты по строительству водоснабжения и канализации, также в микрорайоне Нижняя Пятилетка, в микрорайоне Шуахта, в микрорайоне Жасханат. Это еще один большой, огромный пласт работы, и как раз-таки в этом году мы завершаем, получается, три микрорайона, и параллельно приступаем уже непосредственно к следующим микрорайонам. Дополнительно, если мы говорим по водоснабжению и канализации, соответственно, и велась большая работа по текущему ремонту сетей, опять же, чтобы избежать большое количество аварий, и только за последние два года более 11 километров в нашем районе были реконструированы. Это что касается водоснабжения и канализации. Другим немаловажным направлением является вопрос наружного освещения. Во-первых, это для комфортного проживания населения, и, конечно же, это, скажем так, сказывается значительно на безопасности наших жителей. Поэтому в прошлом году была проведена большая работа по строительству новых сетей наружного освещения по 614 улицам и переулкам. То есть практически за прошлый год количество, скажем, ламп практически увеличилось вдвое. Сейчас по всему Турктибскому району осталось порядка 92 переулков. Это тупиковые маленькие улицы, по которым сейчас как раз-таки мы прорабатываем, чтобы уже в ближайшее время полностью завершить работу по освещению нашего района. Теперь, если говорить в целом по электроснабжению, у нас по району были определенные проблемы. Поскольку, опять же, скажем, если говорить о присоединенных территориях, опять же о микрорайоне Хайрат, Альмирек, Нушашхан, то у них была проблема, что они запитаны были от Талгарской РЭС. Соответственно, если просто представить, что идет где-то порыв от Талгара до Алматы, соответственно, наши микрорайоны, они выключались. Параллельно в этих микрорайонах в свое время были построены энергосети, скажем так, опять же, частным хозспособом. Соответственно, за это время где-то они уже были изношены, где-то они соответствовали каким-то требованиям. Поэтому сейчас для решения данного вопроса параллельно проводится работа по строительству подстанции Туздебастал, которая позволит дать необходимой мощности и переключить, получается, наших абонентов на городские сети. Причем мощность данной подстанции позволит не только, скажем так, подпитать Турсибский район, но также часть Медеусского района, а также часть Талгарского района Алматинской области. И дополнительно в настоящее время уже практически разработан проект и заходит на экспертизу по модернизации наружных сетей электроснабжения. То есть со следующего года вот эти обветшалые, скажем так, несоответствующие нормам сети, которые также зачастую рвутся, они будут уже, соответственно, заменены. Другим направлением, если мы говорим о инженерной инфраструктуре, это, конечно же, теплоослабжение. По данной части тоже проводится большая работа, это и текущие ремонты. В этом году началась реконструкция котельной «Вокзал-1». В первую очередь она была необходима для того, что у нас район развивается, увеличивается количество абонентов, и, соответственно, данная котельная, которая обслуживала порядка 4 тысяч абонентов, она работала на пределе своих возможностей. И, соответственно, в случае любой нестандартной или аварийной ситуации, то, к сожалению, резервов не было. Соответственно, модернизация данной котельной позволит как раз-таки создать необходимые резервы, поскольку там мощность, по-моему, 15 гигакалорий, как раз-таки создаст необходимый тот резерв, чтобы обеспечить бесперебойную подачу теплоснабжения в зимний период. Ну и другим немаловажным направлением является вопрос газификации, поскольку, опять же, это не только комфортное проживание, но также это и тот фактор, который непосредственно влияет на, скажем так, экологию нашего города, поскольку большое количество частных домов, отапливаемых на твердом топливе, достаточно большое количество объема, соответственно, в атмосферном воздухе и выхлопов. Поэтому здесь мы можем отметить следующую тенденцию. Если, к примеру, в прошлом году у нас было порядка 900 домов, которые были, скажем так, отапливались на твердом топливе, то уже на сегодняшний день их осталось порядка 100, и эта тенденция продолжается для того, чтобы максимально сократить количество домов, отапливаемых на твердом топливе. И практически у нас по району сейчас практически нет домов, у которых нет возможности подключения к магистральным сетям. То есть можно сказать, что 99 с чем-то процентов у нас сейчас имеет возможность подключения к магистральным сетям газоснабжения. Вот это только вкратце та работа, которая проводилась за последние два года именно по развитию инженерной инфраструктуры в нашем районе. Спасибо большое. Это только вкратце, и это только по одному району. Да, и дорогие гости, представьте, какая колоссальная работа проводится по всему городу. Вот, Гульнар Майданов, я думаю, вы прекрасно знаете, так как вы владеете информацией, вы следите за картами, за тем, как город будет развиваться, по какому плану. Сейчас население нашего города растет. Мы недавно перевалились за отметку в 2 миллиона жителей, с чем я всех и поздравляю. Соответственно, растет и потребляемость электроэнергии, растет спрос. В правильном ли направлении движутся наши власти, модернизируя, реконструируя, обновляя, строя новое, или есть еще какие-то дополнительные пожелания и советы? Спасибо, Денис. Касательно того, что город растет, вы абсолютно правы. И в рамках нашего научно-исследовательского института Алматы-Генплан, уже, наверное, у всех жителей города Алматы на слуху, что сейчас, на сегодняшний день, идет корректировка генерального плана города Алматы, именно с учетом сегодняшней растущей численности населения и тех потребностей, которые не было несколько десятков лет назад, а сейчас они являются первой необходимостью. В том, что вы говорите, правильно ли действуют наши власти, естественно, я поддерживаю в этом отношении, потому что улучшая то, что у нас было, нашу историю, и внедряя туда новые технологии, можно добиться очень больших положительных результатов, которые скажутся непосредственно потом на горожанах города Алматы. То есть эти действия, они вписываются в общий план города? Вписываются в общий план, конечно. Все делается по плану. Теперь в рамках корректировки, кроме того, кроме разработки генерального плана корректировки, сейчас идет параллельно по линии управления энергетикой, идет разработка схемы электроснабжения города Алматы до конца текущего года, я так думаю, они должны будут это завершить, схемы теплоснабжения по городу Алматы. То есть все вот эти планы, разрабатываемые схемы, планы, которые они все друг из друга вытекающие, то есть последовательно идущие, нет такого безхозяйного, как бы просто так никто как бы не делает. То есть все идет поэтапно в рамках дальше этой корректировки. Кроме того, параллельно с этим идут проекты детальных планировок. Это и в Турксибском районе, и в Медеусском, ну как бы по всем районам города Алматы идут проекты детальных планировок, где помимо в рамках этого проекта, естественно, идет и развитие всей инженерной инфраструктуры. То есть там, где ветхое жилье, которое признали ветхим жильем, на его месте будут возникать другие какие-то красивые здания, многоэтажное жилье, то, естественно, оно будет требовать к себе и уже других, большими другими диаметрами, другими сечениями кабелей будут требовать себе вот такие прокладку этих или реконструкцию этих сетей. И этим сейчас мы очень тесно занимаемся такими вещами. И при этом, когда мы смотрим при разработке генерального плана, кроме того, особое внимание уделяется источникам, что теплоснабжение, что газоснабжение, что там электроснабжение, водоснабжение и так далее по всем. И анализируя сегодняшнюю ситуацию, потребление, которое есть на сегодняшний день, мы уже смотрим и планируем дальше, что необходимо, какие шаги необходимо предпринять для того, чтобы этот организм, я его уже назову, чтобы он бесперебойно мог работать. Вот такая работа ведется именно по линии Алматы-генплана. То есть кураторство и абсолютно со всеми взаимодействия, со всеми управлениями, акиматами, местными исполнительными органами во взаимодействии работать. Вот благоустройство улиц, которыми мы даже начинаем заниматься, то в первую очередь, если мы там даже расширяем дорогу, то, естественно, мы смотрим и на инженерную инфраструктуру. То есть все связано между собой? Абсолютно. Если необходимо вынести какую-то сеть, потому что она попадает под бордюр или какие-то, ну, чтобы завтра можно было удобно эксплуатировать эксплуатирующим организациям. То есть этим всем абсолютно, каждым разделом занимается Алматы-генплан. Амзея Кимжанович, вы из нас у всех, скажем так, самый опытный энергетик, настоящий ветеран этой отрасли. Я приведу вам пример. Вчера буквально Бахажан Абдирович Сагентаев рассказал, что, если мне не изменяет память, более 200 километров электросетей в этом году будут проложены, реконструированы. Скажите, вы когда-нибудь сталкивались с цифрами столь большого масштаба в своей практике? Спасибо. Во-первых, за представление, за приглашение. Прямо в эфире участвуют ваши передачи. Вам спасибо, что пришли. Действительно, вчера я смотрел выступление Акима внимательно. Но я без этого знал, что в городе делается сравнение 90-х, 2000-х годов, 80-х годов прошлого века. Как тогда было? И в настоящее время, на самом деле, ведется большая колоссальная работа. Очень большая работа в городе. Вот одну цифру, говорит, вчера выступление в Акима было. 0,5%, по-моему, презентация была, жалобы жителей города Алматы на надежность, на перебой электроснабжения. О чем говорит? Это там говорит энергетики, большую работу проводит. Акима от города большие вложения делать на повышение электроснабжения города Алматы. Это надо отдать должное. Особенно опорным подстанциям много построено. В том числе вчера выступили три подстанции опорных. Это в Туркосибирском районе, в Алмалинском районе три подстанции. Предыдущие годы тоже вложения сделали большие. Вокруг города по линии 220 кВт делали, кольцо замкнули. Это существенно повышает надежность электроснабжения. Еще я хотел отметить особо. Аким от города большое внимание уделяет надежности уличного электросвещения. Причем освещение не просто радиоосвещения, это реконструкция, применяет новейшие технологии. Что мира самое лучшее сегодня, вот светодиодным, самое последнее слово. Вот эта компания Крия, вот этот светодиод, 10 раз светодача лучше, чем сравнение лампы накаливания. Это о чем говорит? Это я 10 раз думаю, срок службы лампы 30 лет при правильной эксплуатации. И последнее, освещение дает почти как естественно, как днем, если вы обратите внимание, новой реконструкции, как днем. Раньше был дымчатый, был немножко, холодное освещение было. А этот последний применяет, это самое последнее. Слово техника, это пришло в нашу городу. Это надо отдать должное, Акимат эту работу проводит. Я надеюсь, конкретно цифры-то, не могу сказать, сколько километров сделано, чего-то, но по городу явно видно. Особенно Новоприсоединенным районам, поселки Новоприсоединенные селы, вот там большие работы ведутся по надежной электроснабжению и уличному освещению. Вот я и хотел сказать. Поблагодарить надо. Спасибо большое. Спасибо большое. Об освещении вы правильно заметили, что провелась на самом деле колоссальная работа. Были освещены десятки улиц, которые не были освещены ранее вообще, на которых вообще не было света. Кроме того, там, где свет уже был, его заменили на, о том как раз, о чем вы говорили, на светодиодные LED-лампочки. И за два года количество светоточек в городе, оно увеличилось фактически в два раза. То есть в 2019 году их было около 68 тысяч, и сейчас их около 150 тысяч. То есть колоссальные цифры. Обратите внимание, как солнце светит. Да, действительно. У меня у самого, на моей улице были вот эти, я живу на улице Арджиникидзе в Турсевском районе, и там были вот эти старые желтые лампы, назовем их так, простым языком. А сейчас там светят как раз-таки вот эти LED-светодиодные лампы, которые, ну, улица, скажем так, из-за одной лампочки она уже видоизменилась совершенно, абсолютно. Вы затронули тему интересную, Амзея Кимжанович, про перебои со светом. Вы сказали, перебои с электроэнергией. У нас как раз сегодня присутствует представитель АЖК. Бытует такое мнение, есть такое мнение, и все с этим сталкивались, что бывают перебои со светом. У каждого дома это было. Расскажите, вообще, почему происходят эти аварии? Я понимаю, что там есть целый ряд причин, но назовите несколько. Да, Денис, спасибо за вопрос, но давайте сразу изначально определимся, что если произошло отключение света, извиняюсь, это не всегда связано с аварийным отключением, потому что, когда нет света, это бывает аварийное отключение, как говорят народе, на самом деле, это технологический отказ оборудования. Могут проводиться ремонты оборудования, либо плановые ремонты оборудования, текущие, либо капитальные, либо реконструкции оборудования. Если любой житель Алматы, который приходит домой, сталкивается с такой проблемой, значит... Ну, не любой, скажем так, но такие случаи бывают. Бывают, да, конечно, потому что и ремонт оборудования, тем более, я вот хотел бы особо обратить внимание и гостей в студии, и жителей города Алматы, что, как вы знаете, в прошлом году у нас был вообще очень жесткий локдаун, когда город был закрыт, и у нас практически 70% персонала находились в вынужденных отпусках. То есть в прошлом году мы капитальные текущие ремонты делали только в случае крайней необходимости. Только аварийные заявки выполняли все лето. В этом году мы стараемся наверстать упущенные. Работаем как бы и за тот год, и за этот год для того, чтобы в зиму нам пройти хорошо и чтобы у всех было жителей свет и тепло. Поэтому очень часто сейчас, да, много жалоб, мы понимаем прекрасно жителей, тем более, сейчас много, кто работает на удаленке, но нужно тут тоже понять, что без проведения профилактических ремонтов у нас мы можем зимой оказаться не только без света, но и, соответственно, и без тепла в городе. Поэтому сейчас мы с удвоенной силой этим занимаемся. Кроме того, бывают, конечно, отказы в оборудовании. Ни для кого не секрет, это я поднимал и вчера Аким города Алматы этот вопрос, особенно то, что касается кабельных линий. У нас кабельные линии, конечно, ни для кого не секрет, что они имеют порядка 65% износа. У нас есть кабельные линии, которые еще с 41-го года работают. Еще нам достались по наследству. Да, достались по наследству нам и вот благодаря еще тому запасу прочности, который был заложен в то время, вот они еще до сих пор работают. Поэтому, конечно, отказы оборудования тоже бывают. В случае, если какая-то авария произошла, любой житель города Алматы, который с этим сталкивается, может позвонить по телефону 356-99-99. Это телефон, многоканальный телефон колл-центра, круглосуточный телефон, по которому дадут полную исчерпывающую информацию аварийное это отключение, либо это плановые какие-то работы, квадрат улиц отключения, примерные сроки подачи напряжения, ориентировочные сроки. Тем более, сейчас у нас в коммуникации с колл-центром мы немножко пересмотрели свое взаимодействие и операторы колл-центра получают информацию о каких-то происшествиях, отключениях буквально в режиме онлайн. Только оно произошло, у них все сразу на пульту. Почему я говорю именно о колл-центре? Некоторые по привычке начинают звонить в диспетчерскую и зачастую... Люди не знают, что делать. Верно, да. Люди не знают, что делать и первое, куда звонить? Диспетчер РРС. А диспетчер РРС не всегда имеет возможность... Ну, представьте, он сидит, управляет ликвидацию аварийной ситуации. И просто у него физически может не быть времени поднять трубку и ответить. Но что, опять, есть нарекания, что не могут дозвониться. Для этого именно и создан вот этот колл-центр для оперативного реагирования. То есть, если у меня дома, я сегодня возвращаюсь домой, у меня дома нет света, я звоню по какому номеру? 356-99-99. Кроме этого, о всех плановых ремонтах мы предупреждаем потребителей на своем сайте заранее, примерно за неделю. То есть, вы можете зайти на наш сайт ajk.kz и где посмотреть с графиком отключений, какие квадраты улиц попадают и время отключения для проведения плановых профилактических работ. То есть, мы это делаем для того, чтобы люди могли зайти, посмотреть и планировать свое время, если кто-то работает на удаленке или как-то еще. Кроме этого, сейчас для того, чтобы сократить время реагирования на аварийные ситуации и быстрого устранения, наша компания проведена масштабная реконструкция диспетчерских пунктов. То есть, если раньше у диспетчера схема была такая, знаете, как мемосхема называется, там квадратики, треугольнички, вручную надо было переставлять, то сейчас у них видеопанели, где в режиме онлайн цифровизированное, то есть устанавливаются приборы телеметрии на трансформаторные подстанции и диспетчер, не посылая бригаду убедиться, что отключение электроэнергии произошло в каком-то районе, уже может видеть онлайн. Это нам чем поможет? Тем, что диспетчер сможет быстрее восстановить? Во-первых, это поможет тем, что мы очень быстро, оперативно узнаем о месте погашения. То есть мы сейчас, допустим, до этого как произошло? До этого происходило, поступил звонок потребителя диспетчерскую, на такой-то улице света нет. Поступил второй звонок, третий звонок, диспетчер понимает, что примерно в том районе, что-то произошло. Отправляет аварийную бригаду дежурную, те приезжают, разбираются на месте, то есть это занимает определенное время. Сейчас он сразу это может видеть, и кроме того, что он может видеть, он может еще и управлять дистанционно оборудованием, то есть отключать какое-то оборудование, включать или делать какие-то переключения. Эта работа сейчас нами продолжается, и у нас в планах вот такой телеметрии или телемеханика вообще весь город Алматы охватить. Спасибо большое, Дмитрий Юрьевич. Я напомню еще раз нашим уважаемым телезрителям, то что если вдруг у вас дома какие-то, возникли любые проблемы с электроэнергией, то нужно обращаться в колл-центр по номеру 356-99-99. Дмитрий Юрьевич, еще такой вопрос. Вот в своем выступлении сегодня Бахжан Кужамбердиевич говорил о строительстве новых подстанций, в том числе о подстанции Тузды-Бастау, если я не ошибаюсь. Как это поможет решить вопрос с авариями? Или одно другого не касается? Нет, здесь смотрите, подстанция Тузды-Бастау строится для обеспечения надежного электроснабжения, так скажем, в восточной части города Алматы. Это вот вновь присоединенных районах Альмирек, Нуршашкан, Кайрат, которые сейчас, как справедливо было замечено, запитаны от сетей Толгарского РЭСа. Это создает жителям массу неудобств, начиная от того, что на устранение аварии, ну представьте, пока с Толгара бригада приедет, пока разберется, пока включит, уходит довольно значительное время. Но и неудобства для самых жителей. Любой вопрос там с тем же энергосбытом по лицевому счету, по оплате, нужно ехать в Толгар или в какое-то отделение областное, хотя здесь, рядом в городе все это есть. Но, к сожалению, на данный момент мы чисто физически по электрической схеме не можем их переключить к городским сетям. Вот именно для этого и строятся подстанции Туздобастау. После строительства подстанции Туздобастау вот эти присоединенные поселки будут переключены на городскую сеть и также решены проблемы с электроснабжением. Часть района Мадеусского района тоже там есть, дачные массивы, в которых тоже не все хорошо с электроэнергией, и часть Толгарского района. Нужно прополнение? Да, конечно. Для того, что подстанция Туздобастау она идет и на... То есть заложен там коэффициент как бы прочности такой, что... Запас. Запас тот прочности такой, что то новое жилье, новая общественная застройка, которая будет строиться вдоль Бухтарминки, этого восточного рота, вдоль Кульжинки, она как раз источником этого электроснабжения как раз и будет являться эта подстанция. То есть она уже рассчитана? Уже на нее заявлены, то есть посчитаны и заявлены определенные необходимые мощности, то есть расчеты сделаны, что источником, первоначальным источником по электроснабжению и даже котельных, которые там будут, это будет подстанция Туздобастау, то есть в восточной части города Алматы. Я думаю, да, это очень актуально, потому что, если я не ошибаюсь, вот в районе, допустим, Альмерека, вокруг там практически сейчас идет застройка, так как вокруг Альмерека там находятся поля, соответственно, потребление будет увеличиваться, скажем. с каждым разом. Здесь, наверное, сейчас больше идет застройка вокруг микроэнных Хайрат. Хайрат, да. Да, и там предусмотрено и большое строительство и жилищного фонда, к примеру, только по сотжилью там строится в настоящее время порядка 34 многоэтажек, 9 этажек, плюс запланировано строительство школы, поликлиники, детских садов. Это только по линии государственных инвестиций получается. Параллельно, соответственно, есть планы и у частных инвесторов, которые, соответственно, будут развивать и жилищный фонд, и какие-то другие объекты, скажем, предпринимательства, бизнеса. Естественно, конечно, в нынешних условиях мощности электронегии не хватало бы. И как раз таки постанство садбаста в дальнейшем обеспечит текущих жителей с резервом на будущие проекты, реализуемые на данном участке. Спасибо большое. Еще такой вопрос у меня есть касаемо именно генплана Алматы. Вот вы затрагивали в своем выступлении вы затрагивали тему о освещении. Также вы говорили, что мы сейчас будем не просто освещать улицы, чтобы был свет, а именно делать какой-то дизайн. Вы правы, как бы это сейчас вопрос, тот, который мы прорабатываем. То есть, если сейчас коллеги говорили о технической части, должно быть освещение удобное и так далее, то немаловажным фактором является еще и дизайн этих опор освещения. И как бы мы прорабатываем вопрос о том, чтобы применить в нынешних проектах для каждого определенный вид, унифицировать определенные виды опор освещения для того, чтобы у нас визуального, как говорят, визуального шума не было, когда ты смотришь, и было приятно смотреть как бы глазу человеческому, да, и гостям, чтобы разномастные те, которые столбы и опоры, которые сейчас есть, чтобы они растворились вот в едином каком-то таком стандартном виде. Но при этом мы учитываем, то есть не умаляя нисколько технических качеств этого. И учитываем при этом, то есть отдельная у нас будет линия для тротуарного освещения, для паркового освещения, для улиц таких-то, ну, разных категорий, там, разных полос, которые там свои технические требования есть. И при этом еще и рассматриваем дизайн, то есть та вокруг, которая застройка, она будет диктовать и форме, которая должна быть у этого, там, фонаря освещения, там. Да, уникальность. Вот в таком направлении мы сейчас ведем работу. Да, просто я к чему спросил, потому что инженерная инфраструктура, вообще инженерные сети в целом для людей это что? То есть взяли кабель, закопали его под землю, да, или взяли трубу, там, поменяли ее. Люди не видят особых изменений, то есть именно визуальных. Когда уже касается этого, то есть дизайна, благоустройства в целом, потому что это все между собой связано, то это уже совсем другое дело. Спасибо большое. Бахжан Гжубердевич, это такой вопрос о теплоснабжении. Вы уже сегодня об этом говорили, хотелось бы остановиться на этом немножко поподробнее. Вот в вашем районе сейчас, насколько я знаю, очень активно ведется работа именно по реконструкции уже имеющихся труб. Все верно? Бахжан Абдирович вчера говорил, что около 60% износ идет по всему городу. Расскажите, какая ситуация у вас сейчас? Как я уже отметил ранее, у нас по всем направлениям ведутся текущие работы, то есть текущие ремонтные работы по замене в том числе и сетей теплоснабжения. Что касается проблемных вопросов, то, как я уже отметил, то у нас в районе Первого Алматы поступало большое количество жалоб о том, что и большое количество аварий. И в том числе в том районе сейчас идет активная застройка частными инвестициями получается жилых комплексов. Соответственно, возрастает потребность в теплоснабжении. И данный участок вокруг Первого Алматы обслуживала котельная вокзал-1. Поэтому, учитывая все данные факторы, в этом году началась реконструкция данной котельной, которая планирует завершение уже к концу текущего года. То есть к отопительному сезону? К отопительному сезону, да. Нет, ну, чуть позже, к декабрю, к декабрю месяца. И, соответственно, данная реконструкция позволит нам получить, опять же, тот необходимый резерв, позволяющий нам обеспечить как бесперебойное теплоснабжение действующих объектов, жилых домов, социальной инфраструктуры, бизнес-объектов, так и даст нам резерв для дальнейшего развития данного участка. А в этом участке, как вы знаете, как раз таки сконцентрировано большее количество так называемых ветхих домов. И с учетом того, что буквально совсем недавно, да, была принята обновленная программа по реновации жиля, уже сейчас ведется активная работа по сносу и строительству новых многоквартирных домов на месте старых двухэтажек. Соответственно, и возникает дополнительная потребность в той же теплоэнергетике. Как раз таки реконструкция позволит нам опять же обеспечить бесперебойное энергоснабжение данного района Алматы-1. Большое спасибо. Амзай Аким Жанович, ваше мнение касаемо именно теплоснабжения. Аким вчера говорил, если вы слышали, что вот, я еще раз повторюсь, около 60% износ. Все мы это понимаем, так как вот у нас Дмитрий Юрьевич тоже сказал, что еще с 40-х годов некоторые трубы у нас лежат, и так уж получилось, что они нам на наследство остались. Скажите, вот вы как человек опытный, какая работа должна проводиться в этом плане? Как вообще фиксировать этот износ всех этих теплосетей и так далее? В общем, в энергетике есть неписанный закон, энергетика должен развиваться опережающим темпом. Если хотим экономику города и населению удовлетворить в этой потребности, энергетика всегда должна быть опережающим. на шаг вперед быть. На шаг впереди должен двигаться. Если энергетическая возможность будет, можно построить новую заводу, скажем, новое производство, новое жилье можно построить там, в том или ином другом районе. В данном случае Акиматгород делает правильно. На самом деле, такие вложения в именно инфраструктуру никогда не было. Особенно в последние годы стали удалять достаточное внимание, большие средства вложения. Наша задача теперь эффективно использовать и удовлетворить жизненные потребности наших горожан. А если сравнить не с другими годами, то, что было в Алматы, а, допустим, с другими городами, скажем так. Вы же изучали эти вопросы в других городах, в других странах. Алматы сейчас впереди планеты всей? Ну, или, скажем, нашего региона? Наверное, Денис, не помнишь, наверное, тогда еще маленький был. Веерное отключение такое было. Временное отключение? Веерное. Веерное. Город за то, что не хватает областные, сельский район страдал, город поменьше страдал, отключали веерное, за то, чтобы спасти энергетику. Мы такое время жили. В городе отключали, вынуждены были, значит, старые оборудования работать. Вот, за то, что правильное внимание уделяет власти города, в результате немножко подтягиваем и улучшаем каждым годом. Вот, цифра 0,1, 0,5 процент отключения, жалобы населения только на электроснабжение, это о чем-то говорит. За этим стоит колоссальный труд энергетиков, власти и большие вложения. Таких вложений не было. Вот, столько опорных подстанций, я с 72-го года в энергетике работаю, 20 лет энергетику в области города возглавлял. Таких вложений не было. Это надо отдать должное, сказать спасибо власти, что вот такие работы проводятся. Мы, понимаете, человеческая натура быстро к комфорту привыкает. Жили без света, отключения часами, без тепла было, был один год без газа, я жил тогда на Зенково, Курмангазе, город, невозможно было дышать. Это было где-то в 92-м году. Газа нет, неделю, по-моему, газа не было, зимой. Узбеки не дали газ, невозможно было дышать. Все это дело мы преодолели, слава Богу, каждый день не улучшается. Надо отдать благодарность. Я как старый энергетик, я благодарю вас. Как вы правильно подметили, вот это внегласное правило, в энергетике, которое есть, что энергетика всегда должна быть на один шаг впереди. На переживающем развиваться. И я очень рад, что сейчас именно развитие в нашем городе, оно действует по этому правилу. Большое спасибо. Уважаемые телезрители, каждый проект по развитию инженерной инфраструктуры, о котором мы вчера услышали и поговорили сегодня в прямом эфире, он имеет огромное значение для развития нашего города. И как сказал Аким Алматы, в современном мегаполисе, коим мы себя называем у людей, должен быть доступ ко всем благам цивилизации. Мы продолжаем держать руку на пульсе, а самые актуальные вопросы на особом контроле. Встретимся ровно через неделю. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин